Первенству России по спортивной борьбе грэплинг предшествовали региональные отборочные этапы, поэтому во дворце спорта «Видное» сегодня соревнуются лучшие юные борцы из разных уголков нашей необъятной страны. Напряжение с каждой схваткой нарастает. Судьям предстоит непростая работа – отобрать самых достойных, которые будут представлять Родину на первенстве мира. На территории России вся эволюция грэплинга произошла на моих глазах. Я вижу, что есть явный рост как в технике, так и в физической подготовке. И российские спортсмены, и дети, и юноши, и взрослые, не только физически, но и технически уже пальму лидерства держат в мире. Традиционно торжественное открытие соревнований сопровождается гимном России. Старт первенству дал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Вам всем честной, правильной борьбы. Пусть победит сильнейший, хотя я уверен, что сегодня победителями все будет. И уже то, что в такой тяжелой ситуации в стране мы нашли возможность вместе провести эти соревнования, это уже общая победа вместе с вами. Но я уверен, что независимо от спортивных достижений, вы все вырастите самыми настоящими защитниками отечества, чему борьба и учит. Спасибо вам огромное, что вы здесь победили и честной борьбы. Двенадцати, тринадцати и четырнадцатилетние – еще совсем юные, но целеустремленные спортсмены. Причем как мальчики, так и девочки. В глазах каждого читается желание победить. Удается не всем. В воздухе одновременно витает и радость, и разочарование. Грэплинг – вид спортивной борьбы, который отличает минимум ограничений по использованию болевых и удушающих приемов. Тренеры отмечают, детям в этом виде спорта непросто. Здесь необходима повышенная концентрация внимания. Взрослые спортсмены, так скажем, они более собрано борются. У них мало действий, но больше результата, так скажем, на качество больше работают. А юные спортсмены, они пробуют все, что умеют. И, соответственно, у них ошибок больше. Мы их направляем на то, чтобы они способно не боролись, особенно в ответственных финальных схватках. Соревнования проходят с учетом всех санитарных требований Роспотребнадзора. Никаких зрителей в зале, а значит и поддержки, которая, как известно, спортсменам просто необходима. Но, по признанию борцов, они рады и такому формату. Главное, у них, наконец, появилась возможность вернуться к спортивной жизни. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.